Сегодня в программе мы расскажем вам, почему новый список будущих кардиналов так важен. Этот иракский епископ пять раз смотрел в лицо смерти. Мы поговорим с человеком, чья жизнь была положена в основу сценария к фильму «В погоне за счастьем». Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. 19 ноября, накануне закрытия Врат Милосердия, Папа проведет консисторию для назначения 17 новых кардиналов с пяти континентов. 13 из них смогут голосовать на предстоящем конклаве. Их происхождение из 11 стран выражает вселенскость церкви, которая провозглашает и свидетельствует благою весть о Божьей милосердии в каждом уголке Земли. Среди будущих кардиналов есть один священник, а не епископ. Это особый жест в знак признательности албанского священника, отца Эрнеста Симони. Тот провел 27 лет в коммунистическом концентрационном лагере, и его свидетельство тронуло святейшего отца во время визита в эту страну в сентябре 2014 года. Далее Папа выразил соболезнования всем пострадавшим от урагана Мэтью в Карибском море. С глубокой скорбью я получил известие о серьезных последствиях, вызванных ураганом, который недавно обрушился на Карибские острова, особенно на Гаити, оставив после себя много жертв и беженцев, а также причинив значительный материальный ущерб. В пятницу Папа отправил телеграмму со словами соболезнования и поддержки сотням тысяч людей, пострадавших от урагана. Папа Франциск снова удивил мир выбором кардиналов, однако у его действий есть конкретные причины. Папа знает, что от этого выбора во многом зависит личность будущего преемника Петра. Он также имеет в виду, что новые кардиналы не только будут голосовать за его преемника, один из них вполне может им стать. Также папа желает, чтобы коллегия кардиналов была настолько интернациональной, насколько это вообще возможно. Все кардиналы, которых он назначил во время своего понтификата, соответствуют этим задачам. Теперь в коллегии кардиналов намного меньше европейцев и больше представителей других стран мира. С 2013-го число кардиналов из Европы и Северной Америки сократилось, из Центральной Америки осталось неизменным, из Южной Америки, Азии и Океании выросло. Однако Италия по-прежнему лидирует по количеству кардиналов в коллегии. Они обладают 25 голосами, потеряв лишь один голос с начала понтификата Папы Франциска. США занимают вторую позицию, имея 10 голосов. За ними идут Франция и Бразилия, у которых по 5 голосов, по 4 голосующих кардинала у Мексики, Испании, Польши и Индии. На сегодняшний день статистика такова. 21 кардинал был назначен Иоанном Павлом II, 56 – Бенедиктом XVI и 44 – Папой Франциском. Папа выбирает кардиналов по своему усмотрению. Существовало неписанное правило в католической церкви, которое гласило, что архиепископы крупнейших городов когда-нибудь должны стать кардиналами. А теперь это правило, кажется, больше не работает. Лос-Анджелес, Монтерей, Венеция более не возглавляются кардиналами. И наоборот, кардиналы есть в других, менее крупных городах. По всей видимости, Папа Франциск следует трем критериям отбора. Новые кардиналы должны быть людьми диалога, способными объединять народ, активно помогать тем, кто страдает, стоять во главе больших церковных структур, доказав свою способность прийти к соглашению по широкому кругу вопросов. Никто не ожидал того, что Папа назначит новых кардиналов в этом году. Папа Франциск принял это решение единолично, даже не предупредив тех, кого он решил избрать. И благодаря этому можно с уверенностью сказать, что не было утечек информации, а также внешнего влияния на понтифика, которое могло бы присутствовать при других обстоятельствах. Папа Франциск и архиепископ Контерберийский в знак 50-летия диалога и общения вместе помолились первую вечерню в той же церкви, откуда святой Августин Контерберийский был отправлен проповедовать в Англии в VI веке н.э. В тот же день главы римско-католической и англиканской церквей подписали совместную декларацию в знак благодарности за 50 лет теологического диалога, начавшегося в 1966 году. На вечерне в храме святых Андрея и Григория на римском холме Целий присутствовали 36 католических и англиканских епископов из 19 стран мира. Они вместе молились и размышляли над Евангелием о добром пастыре. Любовь ангца, победившего смерть и грех – истинно новое послание, которое сегодня объединяет всех потерянных и тех, кто до сих пор не знает радости созерцания, сострадательного лика и милосердных объятий доброго пастыря. Отсюда и происходит наша совместная ответственность, уникальная миссия – служить Богу и человечеству. Будучи членами Божьей семьи, мы смотрим на мир, как на блуждающее стадо овец без пастыря, где слабые, нерожденные, пожилые рабы, умирающие, люди с ограниченными возможностями, воспринимаются не как люди, а как неудобства. Но мы не просто смотрим, а слышим голос доброго пастыря, отвечаем на него. Вот мы, пошли нас. Позже папа подарил архиепископу посох, а в ответном даре архиепископ подарил папе серебряный крестик, который папа немедленно надел. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Главы церквей вместе благословили присутствующих на латинском языке, а позже встретились с членами Агликанско-католической международной комиссии, ответственной за диалог между Римско-католической церковью и англиканским сообществом. Папа нанес незапланированный визит в итальянские города, пострадавшие землетрясения 24 августа. Во вторник утром папа прибыл в Аматриче. Вначале он посетил учеников школы, которая вынуждена была переехать в панельный дом. Там он встретил этого человека, который потерял жену и двоих детей во время землетрясения. Оттуда он отправился в самый эпицентр прошедшего землетрясения. Там он поблагодарил пожарных за спасенные жизни. Понтифик молча помолился в одиночестве на площади перед разрушенными домами, а позже отправился в дом престарелых, где живут тяжелобольные люди. Многие из них также лишились дома. В Акумале, одном из самых пострадавших городов, папа молился у руин церкви Святого Франциска. Святейший отец не находил слов. Некоторые не могли сдержать слез во время визита папы. Папа приехал помолиться с людьми и сказал им, что они не одиноки. Позже он остановил машину, чтобы воочию убедиться и оценить потери пострадавшего населения. Понтифик увидел палатки, которые теперь служат передвижной школой, пока настоящая не восстановлена. Он окончил свой визит в Сан-Пелегрино-де-Норча в Умбрии. В молчании он благословил руины храма. Старейшим из ныне живущих кардиналов является колумбийский кардинал Хосе де Хисус Пимьенто Родригес. Ему 97 лет. А самым молодым – 54-летний Суан Ипатита Паини Мафи из Тонге. После консистории 19 ноября самым молодым станет центральный африканский кардинал Дьёдонне Нзапалаинга. Ему 49 лет. Смотрите далее. Папа Франциск отправится в Швецию, чтобы участвовать в экуменическом молебне по случаю 500-летия. Начало реформации. Вы смотрите Ромрепортс для России. Обычная ежедневная жизнь стала невыносимым страданием для христиан на Ближнем Востоке. Практически все они покинули регион. Никаких сил и храбрости не хватит, чтобы оставаться в районе военных действий, будучи едва ли не главной целью террористов. Епископ Ирака Ашлемон Вардуни рассказывает о том, как война повлияла на людей. Многие из нас смотрели смерти в лицо, но Бог спас нас. Я был на грани смерти пять раз, и Бог даровал мне жизнь. Этот человек 15 лет был епископом Ирака и стал свидетелем того, как война унесла жизни тысяч людей. Он один из счастливчиков, которые остались живы и теперь могут рассказать историю. Однажды мою машину обстреляли, когда я ехал по дороге. Машина перестала подчиняться управлению, но мне удалось ее остановить. Люди подбежали ко мне и стали спрашивать, не пострадал ли я. Я уверял их, что все нормально, они не верили, но я не пострадал в тот раз. Второй раз мы были в машине на контрольно-пропускном пункте, и вдруг позади нас взорвалась бомба в другой машине. Нас подбросило взрывной волной. Третий раз мы обедали, а на другой стороне дороги взорвалась машина. Вот такая там жизнь. Но мы продолжали быть там благодаря нашей вере, несмотря на все прогнозы. Этот регион одним из первых принял христианство. А в наше время христиан там почти не осталось. Сейчас Ирак занимает второе место после Северной Кореи по силе преследования верующих. Те немногие, кто решили остаться, чудом обретают надежду, несмотря на то, что их окружают бедность, ужас и преследование. Однако это не главная их проблема. И если их похитят, у них останется две возможности – обратиться в ислам или умереть. В Ираке за это время умерло 250 тысяч людей. Там постоянно присутствуют такие организации, как «Каритос», пытаясь помочь как можно большему количеству пострадавших, независимо от их вероисповедания. Почти 500 лет назад Мартин Лютер положил начало самому громкому расколу в церкви – делению на протестантов и католиков. Спустя полвека Папа Франциск отправится в Швецию, чтобы участвовать в экуменическом молебне по случаю 500-летия начала реформации. Я думаю, мир нуждается в свидетельстве христианского единства. Нужен поступок, который говорит, что христиане – приверженцы мира. Между нами больше нет войн. Поступок, который говорит, что мир между нами возможен. В секуляризованном мире нам нужно, чтобы христиане объединились и вместе распространяли свою духовность в обществе. Это особый вклад, который христиане могут принести миру, несмотря на явные различия и противоречивые представления, которые были и до сих пор остаются у различных конфессий. Профессор Селивано Джордану напоминает, что успех реформаторов во многом зависел от политических взглядов того времени. А после отделения церкви от государства экуменический диалог значительно продвинулся. Нужно принимать во внимание культурный аспект реформации. В то время была огромная разница между латинским и германским происхождением. Церковь в Германии не желала зависеть от Рима. Лютеранский пастор Мартин Крузе в последнее время занимает ключевую роль в экуменическом диалоге с католической церковью. Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Папа Франциск посещали его церковь в Риме. Нам нужны сильные папы и епископы. Особенно отважно идти по пути единства. Нам очень не хватает теологического диалога. Нам нужны общие свидетельства. После визитов в Грузию и Азербайджан, Папа вновь подчеркнул важность экуменического диалога в наше время. Это одно из приоритетных направлений развития церкви после Второго Ватиканского собора. Вера не может и далее использоваться для оправдания войн. Она обязана стать инструментом мира. Когда начался период реформации в Европе? А. В 1517 году. Б. В 1563 году. В. В 1648 году. Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ромрепортс для России. Когда начался период реформации в Европе? А. В 1517 году. Б. В 1563 году. В. В 1648 году. Правильный ответ. А. Период реформации начался почти 500 лет назад, когда Мартин Лютер опубликовал свои 95 тезисов. Я счастлив быть здесь, в окружении стольких католиков со всего мира. Молиться вместе, делиться верой. Мне нравится видеть наследие нашей церкви. Реликвии в музеях. Просыпаться каждый день. Вот так просто. Иметь возможность жить. Моя семья, путешествия. У меня хорошая работа. Я живу в Германии, и это делает меня счастливой. Я почти всегда счастлива. Я люблю путешествовать, видеть мир. Я впервые в Риме. Мне это очень нравится, бывать в разных местах, видеть что-то новое. Кристофер Гарднер. Успешный американский предприниматель, миллионер и филантроп. Он выступал со своими вдохновляющими речами в более 80 странах мира. Лишь тот не ошибался, кто ничего никогда не делал. Ошибки – это часть прогресса, а не часть нашей жизни. Это здоровый образ жизни. До тех пор, пока мы на них учимся. Ошибаться нормально. Ненормально прекращать делать что-то. Бросать дело может стать привычкой. Понятно, что такого словосочетания, как «бросить делать что-то», просто нет в словаре Гарднера. В начале 80-х годов прошлого века ему негде было жить. И в то время он растил маленького сына. Счастье – это личная ответственность каждого человека. У вас есть возможность создать такую жизнь, которую вы желаете для себя и своей семьи. И это так для каждого человека. Его невероятный жизненный опыт лег в основу фильма «В погоне за счастьем», который вышел на большой экран в 2006 году. Сам Гарднер говорит, что обязан стойкостью и успехам, мудростью и силой воли своей матери, которая привела ему эти качества. Она постоянно мне повторяла, что это стало частью моей натуры. Она говорила, «Сынок, кавалерия не придет тебе на помощь. Нет никакого прикрытия. Все, что у тебя есть – это настоящее, и ты за него ответственен». Он рано взвалил ответственность за свою жизнь на свои плечи. После многих испытаний и невзгод он, наконец, достиг американской мечты, став главой корпорации. Сегодня он является главным исполнительным директором своей собственной фирмы, предоставляющей услуги биржевого маклиринга. Но главное во всей этой истории то, что он добился этого с нуля после многих поражений, а также благодаря тому, что ставил на первое место свою семью и никогда не сдавался. Даниэль Митсуи Даниэль Митсуи, несомненно, мастер своего дела. Его специальность – рисунки тушью. В 20 лет он присоединился к католической церкви, и с тех пор большинство его работ посвящено религиозной теме. Он известен уникальной точностью своих работ в средневековом стиле. Он работает только руками, с помощью специальной ручки, которая пишет тушью. Я и не думал заниматься этим, пока не родились дети. Мы с женой обучаем их дома, а я не нашел достаточно хороших раскрасок на религиозную тему, чтобы рассказать им о святых католической церкви. И вот так я стал распечатывать раскраски по своим работам. Его любовь к деталям не осталась незамеченной. Семья и близкие уговорили его опубликовать несколько работ на сайте. Спустя короткое время издательство «Авы Мария» связалось с ним. Его попросили сделать католическую раскраску для взрослых. Наверное, я впервые по-настоящему узнал средневековое искусство в возрасте 14 лет. Это были иллюстрированные рукописи. Евангелие из Линдисфарна поразило меня в возрасте 10 лет. И, наверное, это стало главной причиной, по которой я захотел стать художником на религиозную тему. Последняя книга художника называется «Тайны Розария». Это первая книга-раскраска для взрослых о Розарии. При этом художник вдохновлялся работами средневековых монахов. Я более всего интересуюсь средневековым религиозным искусством и особо ценю его из-за его теологической точности. Содержание или расположение деталей на картине не отдано на волю случая или прихоть художника. Раскраски заставляют людей долго себя изучать, всматриваться в детали и видеть важность маленьких вещей, которые нельзя рассмотреть с первого взгляда. В книге-раскраске 15 страниц, на которых находятся 30 иллюстраций к тайнам Розария, подробные очертания пророков и евангелистов, а также большие рисунки, на которых изображены животные и природа. Наши современники точно воссоздали Ноев ковчег и поселили туда настоящих зверей. И теперь это чудо могут увидеть все – верующие и неверующие. Знакомство с ковчегом – так называется выставка. Он был построен, следуя точным размерам, упомянутым в Библии. Конструкция уже побила мировой рекорд, став самой большой в мире постройкой на основе деревянного каркаса. Его длина – 155 метров, ширина – 25, а высота – 15. По сути, это образовательный проект в каком-то смысле. Мы построили корабль, но он сделан как здание. Он имеет три палубы, как написано в Писании. Каждая из палуб рассказывает о том, что привело к наводнению, что случилось во время наводнения и после него, а также о том, как Ной заботился обо всех этих зверях. Как только вы поднимаетесь на палубу, вы буквально погружаетесь в то время. Это 3D-эффект. Звуки, визуальный ряд. Вы чувствуете себя ноем. Это уникальная выставка, которой нет равных в мире. Она полезна с образовательной точки зрения, а также будет интересна детям. Там открыт контактный зоопарк, катание на лошадях, спуск по веревочному канату, а также множество выставок и музейных экспонатов. Смотрите, в следующей программе мы будем присутствовать на канонизации семерых новых святых. Все это и гораздо больше в Ромрепорт для России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова